Серия П-30. Одна из не самых распространенных в Москве серии, но довольно интересная. Строилась с 1971 по 2005 год. Дом панельный. Фасад облицован плиткой разного цвета. Бывает белый, салатовый, бежевый, коричневый, голубой, серый. По названию дом часто путают в серии П-3. Но это абсолютно разные дома. Про П-3 вы можете посмотреть в других роликах. А вот визуально его часто путают в серии 16-05. Тоже панельный. Лоджии в торце здания утопленные и являются той самой отличительной чертой дома П-30. И плюс, в отличие от 16-05, у П-30 сверху сплошные высокие панели. То есть высокий технический этаж над последним этажом. Итак, определяем или по лоджиям в торце здания. Или, если их нет, по высокому техническому этажу без окошек в панелях. Какой только этажности не бывает П-30. От 5 до 10 этажей. И от 12 до 14 этажей. Но даже при 14-этажной модификации это два пассажирских лифта на 400 кг. То есть грузового лифта нет. Собственно, еще одним минусом является отсутствие балконов или лоджий в однокомнатных квартирах. Соответственно, плюсом является то, что в других квартирах они есть. Ну и, конечно же, минус, как и у всех остальных панельных домов, это практически полная невозможность перепланировки. Потому что практически все стены в квартире несущие. Плюсом также является наличие в ванных места под стиральную машинку. Из отзывов проживающих, самый главный недостаток это неутепленные панельные швы. Дому много лет. И если утеплитель этих швов от времени стал совсем плохим, а он стал, то во все швы будет попадать воздух. И поэтому перед ремонтом их, естественно, нужно загерметизировать. Желательно снаружи квартиры, но хотя бы внутри. И учитывая наличие в квартире труб отопления внутри стен, при загерметизированных швах в квартире не просто жарко. А до такой степени жарко, что многие люди ставят регуляторы на батареи, чтобы уменьшать температуру в квартире. Которая у них зимой доходит практически до 30 градусов. То есть при заделанных швах в квартире очень тепло. Потому что внешние панели 340 мм очень теплые и качественные. Квартирография. На этаже обычно по 4 квартиры. Бывают разные компоновки, но самые распространенные. Это две двухкомнатные, две трехкомнатные. В линейной секции вот так скомпонованные. В торцевой секции вот так скомпонованные. Или две однокомнатные, две четырехкомнатные квартиры. Ну и теперь непосредственно по планировкам отдельных квартир. Однокомнатная квартира, как уже говорилось, это линейка без балкона. С кухней 8 метров и комнатой 20-90. То есть, практически 21 метр. При этом, как и во всех остальных планировках, в коридоре можно поставить нормальных размеров шкаф. А в ванной комнате есть место для стиральной машины. Из нюансов, сложно назвать их плюсом или минусом, это наличие вентиляционного короба на кухне, который могут срезать сами себе дизайнеры соседи сверху. Срезать они его могут как полностью, так частично. Соответственно, вентиляция у соседей снизу пропадет либо полностью, либо частично. Подробнее о вентиляции, что это такое и зачем нужно, читайте на нашем сайте. Ссылка будет в описании к ролику. Это актуально для всех планировок в данной серии. Двухкомнатные квартиры. Бывают линейной планировки 52 метра и распашонки 51,7. Ну, то есть, практически те же 52 метра. Кухня 8,5 метров. Комнаты 13 метров и 17 метров. В меньшей комнате 13 метров есть лоджия. Довольно большая. Ну и, конечно же, в коридоре, который 6,5 метров, можно также, как и в остальных планировках, построить шкаф. Даже два. В ванной также есть место для стиральной машины. Плюс, рядом с ванной есть еще одно место для еще одного шкафа. Двухкомнатная квартира распашонка. По метражу практически не отличается. Кухня такая же 8,5 метров. Комнаты 13 метров и 17 метров. В меньшей комнате также есть лоджия. Ну, и точно также в прихожей есть большое количество места для встроенных шкафов. Трехкомнатные квартиры. Бывают нескольких вариантов. Первый вариант это квартира, выходящая на две стороны дома. Это не распашонка, но все-таки две стороны дома не линейка. 61 метр. И распашонка. 62 метра. В чем отличие и в чем особенности. Меньшая квартира, выходящая на две стороны дома. 61 метр. Кухня тут уже меньше. 7 метров. Комнаты 10, 11 и 17. В комнате 10 метров, то есть в меньшей комнате, также довольно большая лоджия. Большим плюсом является то, что в квартире два стояка. То есть, если кто-то включает холодную воду на кухне, то она не перестает при этом течь у принимающего душ в ванной. Кухня находится необычно посередине квартиры. Все комнаты изолированные. В прихожей также есть место для шкафа. Даже двух. Трешка распашонка. Здесь интереснее, потому что два балкона. Один из них на кухне. Один в меньшей комнате. Меньшая комната 9 и 8 метров, то есть практически 10. Остальные 12 и 17 метров. При этом длинный узкий коридор, в котором довольно сложно построить шкаф, либо он будет также длинный и узкий. И также два стояка воды. Четырехкомнатная квартира. 75 метров. Распашонка. В ней три балкона. Один из которых на кухне. Два в двух комнатах. В кухне при этом снова 8 метров. Комнаты 9 и 8, практически 10 метров. 12, 13 и 17 метров. И такой же длинный вытянутый коридор, в котором непонятно, как можно поставить, например, длинный вытянутый шкаф вдоль стены. Узкий. Вот, собственно, что из себя представляет дом P30. Хороший, добротный, при герметизированных швах очень теплый и даже визуально довольно приятный дом. Если ролик оказался вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас возникли какие-то замечания и дополнения, обязательно пишите их в комментариях. О других похожих и непохожих сериях смотрите в описании к ролику. Там будут все ссылки. До встречи в других темах и в других видео на канале ПРОВОКРУГ.